Смотрите в выпуске. Возрождая традиции, на базе Саровской православной гимназии планируют открыть 10-й кадетский класс. При этом ее фото украсило городскую доску почета. Радость, смущение. У меня очень сложная буря эмоций. Я не очень публичный человек. Здесь весь город будет в течение года на меня любоваться. Немножко это смущает. Татьяна пришла работать в седьмую школу-библиотекарем в 2011 году, а пять лет назад стала классным руководителем для пятиклашек. За эти годы девушка не единожды становилась участницей городских, региональных и всероссийских конкурсов и форумов. Заявляют о себе и ее ученики, побеждая на конкурсах и олимпиадах. А еще класс Татьяны отличает особые дружеские отношения, достичь которых удалось без особого труда. Личное общение, доверительные, дружеские беседы, где-то проводить мероприятий побольше такого не классного общения, где-то конфетками побольше угостить. Находим способы общаться. Татьяна внимательно наблюдает за более опытными коллегами, старается перенять их опыт и знания. И лучшие практики применить в своей работе. Такой подход к делу и привел педагога на доску почета. Еще одно новое фото на доске – особая гордость канала «16». В кадре оказался тот, кто обычно остается за кадром – оператор Константин Григорович. Обычно меня снимает Константин Григорович, но сегодня он сам автор нашего репортажа. Поэтому себя и его вместе с собой я снимаю на телефон. Впервые в истории нашего канала Константин Григорович не за кадром, а в кадре. Константин пришел на канал «16» 25 лет назад. Менялись директора, редакторы, журналисты. А Константин остается верен выбранному пути. Километры от снятой пленки, десятки тысяч гигабайт видео, сотни героев и историй, которые город узнал благодаря его мастерству. Костичка, скажи мне, за что ты любишь свою работу, что тебе больше всего нравится? Работа – это мое хобби. Найди дело по душе, и тебе не придется работать ни дня. Вот так вот. Костя попал на доску почета, потому что он любит свое дело и делает его на высшем уровне. Руководители страны, области и города, министры, учителя, спортсмены, ветераны и дети – кто только не побывал в объективе Константина Григоровича. И к каждой съемке он относится особенно. Ищет ракурсы, которые вдохновят зрителя. Ну, это как художник. Художник творит, он рисует картины, пишет, как они говорят. Вот, и все. А я также ищу какие-то новые кадры, ищу новые ракурсы, новые места открывают. Например, хотя одна и та же, например, местность, да. А ты как-то вот хочешь, чтобы разнообразить, чтобы это не было такой скучной картины. И ищешь какой-то ракурс, чтобы было более интересно и более лучшая картинка, красивее. И пусть сам Константин смущается, когда его спрашивают про доску почета. Мы очень горды его достижениями и поздравляем нашего коллегу с почетной наградой. Быть в числе самых достойных горожан. Работы на строительстве 11-й школы полностью встали. Два месяца назад на встрече с журналистами на объекте заместитель главы города Леонид Бородуллин заявил, здание готово на 85%. С тех пор ничего не изменилось. Все те же 85%. Причин для задержки несколько. Сначала изменилась ситуация на рынке стройматериалов. Затем открылись сложности с проектом. По словам Леонида Бородулина, потребовалось время, чтобы привести проектную документацию в соответствии с требованиями. К сожалению, да, нам досталась документация вообще в состоянии, по которым просто невозможно строить. И по ходу вносились необходимые изменения. Конечно, нас очень сильно подвела организация как архитектура-мастерская. То есть они подготовили очень плохой проект. Причем они его делали из готового уже существующего и сделали, в общем-то, ненадлежащим образом. В итоге, когда удалось решить проблему с документами, сложности возникли уже у подрядчика. Компания ТСК занимается строительством сразу трех городских объектов. 11-й школы, Центра культурного развития и дороги к новой детской поликлинике. На всех этих объектах сегодня работы не ведутся. Но, как рассказал Леонид Бородуллин, есть шанс, что ситуация может измениться. Прорабатывается вопрос расторжения договора с ТСК. «Предварительно есть соглашение о том, что будем расторгаться и сюда заводить нового подрядчика на завершение работ. Тот объем работ, который остался здесь в школе, подделки, он, в общем-то, не пугает. Особенно при должной организации и наличии необходимого количества людей на строительном объекте, его можно завершить, как мы и планировали, ко второй четверти учебного года 2022». По словам Леонида Бородулина, 30 июля заканчивается срок проведения работ по строительству 11-й школы. А значит, у заказчика Управления капитального строительства появляется возможность в одностороннем порядке направить подрядчику уведомления о расторжении договора. Через семь дней договор будет считаться расторгнутым. «Если к этому времени подвести все необходимые процедуры по согласованию единственного посовщика услуг, через процедуру, которая сейчас предусмотрена внесенным изменением 46-м постановлением 44-е за ФЗ, то мы при хорошем чечении обстоятельствам можем уже в июле выйти сюда с новым подрядчиком». Потенциальный новый подрядчик уже есть. На следующей неделе он должен приехать в город, чтобы оценить объем оставшихся работ. Что же касается дальнейшего финансирования строительства, то здесь тоже наметились определенные решения. «Когда мы вели переговоры, и подрядчик что говорил? Если мы будем расторгаться, если у нас не решается эта проблема, и объем работ, который мы выполнили, я их сдаю, вы принимаете, и я верну оставшиеся деньги. Я, конечно, могу сомневаться в этом, но это было заявлено». Впрочем, депутаты оптимистичных прогнозов администрации не разделяют. На большой площади здания даже не начата чистовая отделка. Нет потолков, нет стяжки. Не везде закончены работы по установке вентиляции и утепления. «Исходя из увиденного, это излишне оптимистичный прогноз. Из того, что посмотрели, действительно, это очень важно было приехать на этот объект, посмотреть внутреннее состояние. Понятно, снаружи вроде бы благоустройства нет, но в целом конструктив здания. Внутри, на самом деле, очень большой объем работы связан именно с отделкой, причем даже в основном, будем говорить, с черновой». Также в рамках выездного заседания депутаты посетили стройку будущего Центра культурного развития. Там работы тоже остановлены и решается вопрос о возможной смене подрядчика. По словам Леонида Бородулина, сменить подрядчика можно будет также в особом порядке. Вероятность завершить строительство в этом году очень маленькая. В администрации надеются, что до зимы удастся хотя бы закрыть контур здания. В новом учебном году в гимназии номер 2 откроется еще один пятый класс. Принимают туда детей из других образовательных организаций города на основе вступительных испытаний. Так как в гимназии со среднего звена идет углубленное изучение английского языка, то школьникам предстоит пройти тестирование по этому предмету. То есть проверяют знания, которые должны быть у каждого выпускника начальной школы. Также смотрят табель успеваемости. Чем выше балл по английскому языку, тем выше у ребенка шанс иметь высокий балл на вступительном испытании. Также гимназия просит портфолио поступающего, требования которому определены приказы Министерства образования, науки и молодежной политики области. Конкурсы в СОЖ, Всероссийской олимпиады школьников, это конкурсы различного плана, городские, региональные, федеральные, международные. Самое главное, они должны, у них единственное требование, они должны все быть проводимы органами муниципальной власти. Это не частные, не платные конкурсы. Подробную информацию о сроке приема можно посмотреть на сайте образовательной организации в разделе «Прием в гимназию». Также на портале есть демоверсия теста для поступающих в пятый класс. В честь праздника Дня России юным жителям города повезло получить свой первый паспорт гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке. С напутственными словами к ребятам обратились сотрудники полиции, представители администрации и ядерного центра. Первое, что сейчас у вас есть задача, это хорошо учиться, закончить школу, поступить в ВУЗ, окончить ВУЗ отличием и применить себя в той ином сфере, которую вы сами себе пожелаете. У вас появляются права с получением этого документа, но и как правильно сегодня уже Андрей Анатольевич сказал, появляются и обязанности. И об этом не надо забывать вообще по жизни, что прав больше всегда у того, у кого больше обязанностей. И вот в этом в голове всегда держите и всегда на это опирайтесь. Торжественное мероприятие прошло в музее МВД. Помимо первого документа, 14-летние граждане получили Конституцию Российской Федерации. Ощущение, как будто я вступил в новый этап своей жизни. Открылась масса новых возможностей, да, появились обязанности, но я, как настоящий гражданин своей Российской Федерации, буду соблюдать их, чтить закон и жить по нему. Также каждый подросток получил памятные подарки от администрации Ерфятсвнеев. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. За плечами Валерии Абрамовой уже два прыжка с парашютом. Военной подготовкой она занимается с 2012 года. Как только узнала о формировании кадетского 10-го класса в православной гимназии, сразу решила подать документы. В православной гимназии открывается кадетский 10-й класс, и мы уже с девчонками туда идем, нас пока только трое. И мы ждем новых ребят, которые будут готовы пройти все испытания, которые готовы прийти к нам. Нам нужно именно мужское плечо, и мы вас ждем. В кадетский класс набирают до 25 человек. В расписании с понедельника по пятницу запланировано 1-2 урока начальной военной подготовки. А по субботам занятия будут проводить в полевом лагере. Изучение воинских уставов, строевая подготовка, огневая подготовка, работа с оружием, тактика специальной подготовки разведывательных подразделений и воздушно-десантных войск, умение выживания в лесном массиве. Далее, воздушно-десантная подготовка, то есть по окончанию они все должны будут совершить три прыжка с парашютом. Стрельба из различных видов оружия. Учебный план кадетского 10-го класса рассчитан на 34 часа по пятидневной учебной неделе. Он включает углубленное изучение истории – 4 часа, математики – 6 часов вместо 5, и физкультуры – 5 часов вместо 3. История требуется для поступления в ВОЗ МВД, а математика – во все военные училища. Такой, я думаю, получится у нас несколько уникальный проект, потому что, с одной стороны, соединение вот этой вот требовательности, дисциплины, развития воли, духа, который будет требовать Павел Анатольевич Наваев, и той внутренней среды, которая сложилась в православной гимназии, она у нас всегда строится на душевности, на творчестве, на акценте на нравственное воспитание детей, на какое-то эстетическое начало, потому что всегда у нас это в православной гимназии было. Я думаю, что вот это соединение, оно приведет к большому такому интересному педагогическому результату. Дополнительную информацию о правилах приема можно узнать по телефону 7 55 15 8 904 787 58 96 и на сайте sargum.ru в разделе «Прием в гимназию». Два раза по 100 тысяч и один раз 700 тысяч – такой навар. За один день работы получили мошенники, которые, позвонив троим саровчанкам, рассказали про ДТП, в которые попали их родственники. Схема стара как мир. Тем не менее, злоумышленникам удалось обмануть доверчивых горожанок и выманить крупные суммы. После того, как мошенники получали информацию, что у жителя имеется наличные денежные средства, они говорили, что сейчас придет курьер и заберет денежные средства. Соответственно, через некоторое время в адрес либо в квартиру, либо к подъезду подходил мужчина, который забирал денежные средства, которые передавали ему потерпевшие. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Ранее он был судим за имущественные преступления, полученные от жертв. Деньги мужчина переводил на счета злоумышленников, себе оставив 10% от суммы. И это не единственный случай крупного мошенничества на прошлой неделе. Совершено преступление в отношении еще одного жителя нашего города, 91-го года рождения, которому позвонили на сотовый телефон, представили сотрудниками банка и сообщили, что в банке произошла утечка информации и те денежные средства, которые находятся на счетах, в опасности нужно провести определенные операции для того, чтобы перевести денежные средства на резервные счета. Мужчина оформил кредит, взял наличку из дома и через банкомат перевел на указанный мошенниками счет 1 миллион 700 тысяч рублей. Несмотря на все профилактические меры, мошенникам раз за разом удается втереться в доверие горожанам. Как показывает практика и детализация телефонных разговоров, разговоры ведутся очень долго. В результате разговоров мошенники узнают всю необходимую информацию о имени потерпевшего, в отношении которого идут разговоры, денежные средства, которые хранятся, ну и всю необходимую информацию. Если вам позвонили с рассказом о том, что близкий родственник попал в ДТП и ему нужны деньги, не ведитесь, это мошенники. Кроме того, не верьте звонкам от якобы сотрудников банка. Все вопросы об оформлении кредитов или операциях с картами решают в офисе финансовой организации. Также стали популярны звонки с подменных номеров. Во всех случаях всегда перезванивайте сами и решайте вопросы при личном обращении в банке или правоохранительные органы. Купальный сезон в Саровье уже официально открыт. Для отдыха сыровчан подготовили два пляжа – на протяжке и на пруду Боровом, в границах плавания, обозначенных бойками. Купаться за бойками и в других водоёмах запрещено. Халатное отношение к правилам безопасного поведения на воде может привести к трагическим последствиям, предупреждают спасатели. Погодные условия, которые наблюдались в мае, в настоящее время вода ещё не прогрелась для комфортной температуры, которая позволяет безопасно проводить свой отдых. Поэтому в настоящее время при нахождении в воде нужно проявлять предельную осторожность. Также призываем проводить свой отдых только на специально оборудованных для купания местах, на пляжах, где осуществляют дежурство спасатели. В местах, разрешённых для купания, ежегодно проверяют дно, убирают посторонние предметы, одним словом, делают всё, чтобы отдых горожан был максимально безопасен. Однако сами отдыхающие должны соблюдать несколько простых правил, которые сведут риски к минимуму. А именно – не заплывать за границы зоны купания, не подплывать к движущимся судам и лодкам, не нырять и не находиться долго под водой, не находиться подолгу в холодной воде. Ни в коем случае не купаться в состоянии алкогольного опьянения, так как в большинстве своём в летний период люди гибнут именно в состоянии алкогольного опьянения. Также призываем родителей ни в коем случае не оставлять своих детей одних у воды без присмотра во избежание возникновения трагических случаев. С начала лета на водоёмах Нижегородской области погибло 10 человек, в том числе двое детей. Будьте осторожны. Семь лет успешной практики сотни прооперированных пациентов. В 2015 году КБ-50 стало первым медицинским учреждением в регионе, расположенным не в крупном областном центре, где стали проводить эндопротезирование тазобедренного сустава. Каждый сыровчанин, которому необходим этот метод лечения, может пройти его по полису ОМС на базе второго хирургического отделения клинической больницы. Эндопротезирование – это достаточно трудоёмкая, непростая операция. Пациенты, которым показана эта операция, с такими заболеваниями, как коксоартроз. Коксоартрозы бывают посттравматические, диспластические. Это, так сказать, в процессе приобретения заболевания. Когда посттравматические, при переломах шейки бедра, допустим, происходит плохое срастание или несрастание этого перелома шейки бедра, получается сложный сустав, вот таким пациентам показаны вот такие операции. Когда другие методы лечения не помогают, только замена тазобедренного сустава может спасти человека от инвалидности. Травматолог-ортопед подбирает имплант с учётом возраста и индивидуальных особенностей пациента. После операции врач назначает курс реабилитации, который направлен на повышение и укрепление мышечного тонуса, восстановление движения в области эндопротезирования. Пациент остаётся на амбулаторном наблюдении до полного выздоровления. Операция прошла удачно, и всё хорошо. Сейчас я уже хорошо, хожу более-менее свободно. Надеюсь, через пару недель я от них избавиться. Врач знает своё дело, оперировал, всё хорошо. Конференции, семинары, курсы повышения квалификации. Врачи-травматологи-ортопеды КБ-50 постоянно совершенствуют знания и навыки в области эндопротезирования тазобедренного сустава. Они стремятся продолжать развивать это направление на базе клинической больницы, чтобы как можно больше пациентов смогли быстрее вернуться к полноценной жизни. Есть возраст 70-80-90 лет. Мы устанавливали эндопротезы, ставили людям, которым 95 лет и около 100 лет, и они уходили на своих ногах. Особенно вот этим пациентам в пожилом возрасте, когда происходит перелом шейки бедра. Каждый понедельник в первой поликлинике заведующий хирургическим отделением номер 2 врач-травматолог-ортопед Александр Ковалдов ведет прием пациентов с целью отбора на эндопротезирование тазобедренного сустава и артероскопию. Записаться можно на портале пациента в регистратуре первой поликлиники по телефону единой справочной службы 95511. При инсульте и инфаркте счет порой идет на минуты. На помощь таким пациентам приходят сотрудники первичного сосудистого отделения клинической больницы номер 50. Как только скорая доставляет больного в приемный покой, врачи незамедлительно приступают к обследованию для постановки диагноза. Благодаря современному оборудованию, в том числе второму компьютерному томографу, который был приобретен при поддержке госкорпорации «Росатом», сделать это удается буквально в течение часа. Назначается ему ряд обследований. Сразу непосредственно в приемном покое забирается кровь из вены, смотрится общий анализ крови, коглограмма, биохимический анализ крови берется. Далее пациент транспортируется на компьютерную томографию для диагностики между ишемическим и геморрагическим инсультом. Иногда бывают опухоли, создают впечатление инсультов тоже как бы. Палаты интенсивной терапии в первичном сосудистом отделении оснащены всем необходимым оборудованием, которое позволяет постоянно следить за состоянием пациента. Кроме того, здесь организован круглосуточный пост медсестры. При необходимости есть возможность дистанционной консультации со специалистами областной клинической больницы имени Симашко, а также направление пациентов на лечение в медицинские учреждения ФМБА России и Нижнего Новгорода. Там нас консультирует их нейрохирург, если, например, поступает геморрагический инсульт. То есть необходимо обязательно консультация нейрохирургов в первые 40 минут с момента поступления в плане решения вопроса в оперативном лечении требуется или нет. Также, если есть какие-то спорные вопросы, потому что все люди индивидуальны, и бывает сложно разобраться, следует проводить тромболизис или нет. Юрий Кочетков был госпитализирован в первичное сосудистое отделение с подозрением на инфаркт миокарда. По направлению лечащего врача Юлии Кошечкиной Юрия Семеновича экстренно отвезли в областной центр. По словам нижегородских специалистов, Юлия Михайловна приняла верное решение. Врачи первичного сосудистого отделения дают родственникам больного рекомендации по уходу и методам восстановления после выписки из стационара. В планах у клинической больницы номер 50 повысить качество оказания медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. Планируется открытие приемного отделения для пациентов сердечно-сосудистой патологии, которое будет оборудовано своей ангиографической операционной. Помощь будет оказываться уже высокотехнологичная в плане коронарографии и постановки стентирования при необходимости. Здесь у нас сырое на месте. Никуда пациентов отправлять нам не придется. Инсульт и инфаркт – опасные состояния, которые могут привести к инвалидности и летальному исходу. Если у вас или ваших близких появилась внезапная слабость и онемение в конечностях, нарушение речи и координации, асимметрия лица, сжение и ноющая боль в груди, головокружение, одышка, затрудненное дыхание, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. 15 июня парк имени Зернова запустил летнюю программу. Каждую среду с 10 утра на детской площадке для маленьких саровчан будет проходить арт-минутка «Зарядка для непосед». В этот же день в 11 часов на танцевальной площадке будут проходить занятия по йоге под руководством инструктора. Это хатка-йога с элементами аштанга-йоги. То есть есть динамические какие-то асаны. Они, наверное, более работающие, на мой взгляд. Возраст любой. Единственная просьба – адекватно подходить к своему здоровью. Больными не приходить, в периоды обострения не приходить. И не делать, наверное, по максимуму. Чувствовать свое тело и работать в зоне комфорта. Каждую пятницу в 18 часов детей и взрослых ждут на территории творчества, игр, самообразования. Сотрудники парка предложат тематические интерактивные программы. Субботы в парке будут музыкальными. Каждую вторую субботу месяца мы ждем на встрече музыкальной ротонды. Под сводами ротонды, которая знаменует начало нашей знаменитой лестницы, будут звучать инструменты, будет звучать вокал в исполнении наших городских исполнителей и артистов. Каждую первую третью субботу на танцплощадке будет проходить ретро-проект «Музыка с пластинки». Каждую четвертую субботу месяца Саровчан приглашают на набережную послушать диджеев или саровские группы. С 15 июля в программу включат показы мультфильмов и кино. Каждую пятницу с 8 вечера мы будем встречаться на танцевальной площадке. Там заработает летний кинотеатр, в рамках которого в первой декаде августа мы также станем свидетелями фестиваля уличного кино. Увидим лучшие короткометражки, которые были признаны за последние несколько лет. Все мультфильмы и кино в основном российского производства. Все перечисленные мероприятия летней программы бесплатные. Кроме того, продолжат работу аттракционы. Покататься можно по будням с 16 до 20 часов, по выходным с 11 до 20. Действует акция «Льготное катание» для детей из многодетных семей, детей-инвалидов в первую-третью среду месяца. Для получения билета необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Гаджет-квест «Прошлое и настоящее города Эс» в этом году стал более современным и обновленным. Организаторы мероприятия, сотрудники библиотеки имени Маяковского, решили подключить помощь смартфонов и планшетов. На стартовой площадке у театрального фонтана команда получила QR-код с подсказками о следующей точке маршрута. Третья подсказка – это историческая фотография здания. На точке их будут тоже встречать сотрудники библиотеки Маяковского и будут предлагать команде выполнить небольшое задание, также связанное с историей нашего города. Выполнив это задание, они получают часть пазла, который должны будут собрать полностью на финальной точке квеста. И дальше у них начинается как бы все по-новому. То есть они опять сканируют подсказку, читают ее, вместе совещаются. Если не догадались, куда идти, сканируют вторую подсказку. Гаджет-квест позволил участникам совершить небольшой исторический экскурс по интересным местам Сарова. На станциях их ждали различные задания, связанные с прошлым и настоящим города и Саровского монастыря. Ребусы, загадки, кроссворды и анаграммы. Выбирали интересные факты, опирались на книги наших краеведов и жителей нашего города Валентина Александровича Степашкина, на его книгу «Саров от Адая», которая буквально недавно вышла. Она есть в фонде нашей библиотеки, в отделе краеведения. На книге Галины Ахутиной, книгу памятники Сарова под Урца. Всего участникам нужно было пройти 8 точек маршрута в старой части города. По правилам квеста передвигаться разрешалось только пешком или на велосипеде. Я пришла сегодня на квест с мамой, и квест был посвящен нашему городу Саров. На каких станциях вы были, что вы там делали? Первая станция мы смотрели по картинкам и писали ответ, что это за здание или постройка. На второй станции мы должны были найти нашу колокольню. Я узнала много исторических знаний, их зданий и их историю. Мы просто ходим по городу, узнаем что-то новое, собираем частички пазла. Все команды в конце квеста на финальной станции получили сертификаты участников и памятные подарки, сувенирные ручки и книги. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Фитнес городских улиц, воркаут, спортивная субкультура, которая продвигает тренировки на уличных площадках как бесплатную и эффективную альтернативу тренажерным залам. На турниках и брусьях можно не только подтягиваться, отжиматься и качать пресс. Творческий подход – одна из ключевых черт воркаута. Наглядно собравшимся это продемонстрировали судьи соревнований. Воркаут – это достаточно доступный вид спорта, потому что, занимаясь воркаутом, вам ничего не нужно, вам не нужен тренажерный зал, вы можете выйти на любую спортивную площадку и выполнять гимнастические упражнения, подтягивания, отжимания от пола. Также, если у вас уже позволяет уровень, вы можете выполнять какие-нибудь трюки, до которых у вас хватает сил. Первый отборочный этап турнира «Атомный воркаут» по традиции провели в День России. На стадионе собралось 30 спортсменов разного возраста. Состязались в двух возрастных категориях – первая до 16 лет, вторая – старше 16. Проверить свои силы пришли как новички, так и участники, которые входили в тройку лучших в прошлые годы. Когда только все началось, я все три места занял, получается, в первом этапе я третий занял, во втором – второй, и вот в третьем уже первое место занял, поехал в Глазов. Вот, на следующий год я уехал в армию, после армии вернулся, там был этап, я тоже поучаствовал. Третье место занял, призы получил, был рад. Мы участвуем первый раз в таком турнире. Тут сначала подтягивание и подтягивание с кусок. Мы уже потянулись, а еще пять раз. Мы потянулись просто одинаково. Мы участвуем первый раз, и было немного вовремя. Количество повторений и качество выполнения – два основных критерия при оценке упражнений. До конца разгибать локти, не делать рывков, менять положение рук на перекладине только один раз. В силовом двоеборье участники сдавали подтягивания и отжимания на брусьях. Традиционно несколько этапов проходит в Сарове. Вот сегодня первый этап, 25 июня на День молодежи будет второй этап, и на День физкультурника будет завершающий этап соревнований, и затем ребята поедут в Глазов. По итогу состязания первые места взяли Альберт Кочетков и Дмитрий Чепегин. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова